Прямо, гляньте, даже меч. А сколько стоит? Подводная лодка интереснее, чем... Подводная лодка, конечно. Сейчас я открою. Да, давайте. Интересно. А это сделаны уже? Да. Смотри, вот их можно как сделать. И сколько стоит? Одесса второй. Давай. Понима? Нет. Разобрали все у вас сегодня? Ну что? Который час? Монеты в роллах Багамы. Обалдеть. Я таких и не видел. Ананас. Обалдеть. Привет всем зрителям и подписчикам канала. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Напоминаю, что в видео про реакции на 10 гривен монетой проходит конкурс. И уже на этой неделе я разыграю 5 монет 10 гривен. И отправлю вам их по почте. Так что напишите обязательно комментарий под конкурсным видео и будьте подписчиком канала. Это будет довольно длинный ролик. Так что берите чай и располагайтесь поудобнее. В этом видео будет вторая часть похода на барахолку в Одессе с каналом Magic Money. Также я встречусь с каналом Дима Лаврик. Он мне покажет немножко Одессы. У него канал про редкие монеты Украины. Я покажу где я остановился в Одессе и сколько это стоит. Ну и конечно барахолка. Вообще барахолка это всегда какой-то квест и удача. Ведь можно найти что-то интересное по выгодной цене. Давайте я сделаю такой квест и в этом видео. В ролике будет написано слово пароль титрами. И будет два таких разных слова. И в какой-то момент они появятся. И первый, кто напишет это слово мне в инстаграм в директ, ссылочка на инстаграм будет в описании, получит 50 гривен на свой счет на банковскую карточку. Слово будет два. Так что получается я подарю 100 гривен. Кстати, если вы не оформили еще карточку монобанка себе, по ссылочке в описании можно оформить и вы получите 50 гривен на свой счет. И я получу 50 гривен. Так что если у вас нет еще карточки, переходите, обязательно регистрируйтесь. Вот такая вот получится поддержка каналу. Ну что ж, давайте переходить к барахолке. Довольно интересный выпуск. Поехали. Так, день второй. Барахолка. Вот хожу. Сейчас с другой стороны зашел, посмотрю, что здесь есть по часам. Интересно носить. От 150 до 500 гривен. Такие большие шаганы. А вы уже смотрите. Это военные подводные командирки. Сколько стоит? 400 гривен. Крутится эта штука. Настоящие, еще советские. Браслет кожаный. Браслеты я могу менять. Будешь не родной, да? Да, браслет. Я могу менять с других, если хотите поставить. Браслет. Почему это? Очень хороший. 300 гривен. Полет. Вот полет с авто под заводом. А здесь сколько? 300 гривен. А труки заводятся. А здесь ориенцам там. А какие самые дорогие тут? Ну, вот адмиральские. Это где они? Вот эти. Вот эти вот. Адмиральские тут не написано. А, ну тут просто... А, написано, да? Да. И сколько стоят такие? 500 гривен. 500 гривен. Красивый час. Вот эти тоже. 600 гривен тоже. Восток. 800 гривен. А это серия какая-то была, нет? Нет, это просто басня Крылова такая была. И сделали статуэтку. А кто через завод? А он написан, на ЗКХ там. ЗКХ. Красиво. А, это че? А это артель такая. 30-й ходок. Сколько такая? 800. Ага, интересный. Редкие статуэтки. Птичка 150. Краслет киевский. Киевского типа? Это веселый? Да, это веселый. Конечно. Хотел это по плану себе. Хорошо, тогда. Другое дело, это латунь. Этот подороже. А, это тоже латунь, да? Да, это латунь, это дело тюблира. А, это похоже на гривен киевскую. Киевскую. Это нет, это Индия, 70-й газ. А обычный в стаканчике нет или только в стаканчике? В стаканчике есть, но только это у меня там заказали 3 человека, а это только им. Окей, окей. Еще раз, обычный каштан белый. Давай. Окей, как раз последний. Ох, класс. Как бизнес идет? Так это. Держи 5 и 10. Такая возьмешь. А мама, есть? Это 10? Да, да. А, да, вижу. 3, 10 гривен. Да, да. Сейчас я с дачи дам. А, давай отойдем. 2. Сейчас, вот 3. Все, спасибо тебе. Ну, давай, удачи. Нравится? Да. Сколько такая стоит? Сколько такая стоит? Девочка? Да, да. Это ваш лоток? Это мое окно. Ага. Я вуза. Ага. 700 на год. Угу. А парень? Это полгоденного дела нет. Городница 1500 на год. Книжка сувенирная. Латунная, да? Латунный этот. О, она достается с Киевом. О, блин, я, конечно, из Харькова. Мне бы такую с Харьковом достать было. Было бы вообще. Я бы забрал бы прям сходу. Наверное, 70-е. Так. Ну, чисто привлекло внимание то, что такая у нее латунная металка. Угу. Не написано, какой год. Я думаю, я так прикинул уже по возрасту. Книга. На кода. Ну, то есть до распада. То есть кому-то можно подарить, если кто-то фанат. Так, кто-то такой сувенирчик, можно сказать. Латунный Киев. Ну, я не из Киева, так что, наверное... Что с Харьковом есть у вас интересное? С Харькова, наверное, ничего. Кубки такие прямо. Ох, красота. Прямо раньше знали, из чего пить, да? Это Германия. Это же как это надо в Украину привезти? Такие вещички, да? И кто-то даже использовал. Подстаканнички. Класс. Саксофон. Вот. Ленин. Всякие накладки. Ох, это что такое? Это у нас какие-то... Прямо, гляньте, даже меч. А сколько стоит? Это для чего используется? Да, 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 все понятно. Как его зовут? Дон Кихот. Дон Кихот, класс. И сколько стоит Дон Кихот? Да, это все. Это Bluetooth-колонка. Смотри, я таких долларов и не видел никогда. А-а-а. У тебя есть такое? В черной фабрике. Друзья, я за него сам дал 300 долларов. Но мне кто-то сказал, кто-то, что она настоящая. Я считаю, что она настоящая. Показать? Ну, не, ну, если 300 долларов, то... Не, я 300 долларов. Поза-поза прошлой, поза-поза... Прошлой зимой. А вот это гатя 64-го? 300 гривен. Она не та. Но так, что я бы ни в жизни не сказал, что она... Да, очень, очень похожа. Не та. И гурт, и вес... Грамм веса не хватает. Вот и есть это вот весы. А такой почем? С орлом? 90. 90 гривен, да? Долларов. 90 долларов? Да, он 889-го вольта. 90 долларов всего, когда он по каталогу стоит больше 500. Четыре. Да, я чувствую, что... Я не взял с собой столько денег, чтобы затариться долларами. Главное, что... Молодой, и жизнь еще... Да. И когда-нибудь купишь еще. Чего? Это я уже продаю своих. Потому что он с одноклассником 71-й год. Угу. Тут даже миллион есть. Больше, чем 300. Гриви. Да, дешевле, чем 300. Как мог быть, я сам дал за него такие деньги. Они же по 150 обычно построят. Нет, конечно, я не могу. Сам дал 300, я не знаю. Вот такие интересные банкноты. Банкноты Ливана. В Альбеке. Это храм Бахуса. Самое сложное здесь, это в основании. Вот эти блоки, мегалитическая кладка, полигональная, без раствора. Построили люди, как или кто, может быть, и не люди, неизвестно. Ученые до сих пор ломаются в голову, при помощи какой технологии было построено именно вот это место. Мало того, по этой технологии построен рядом храм Баальбек, посвященный типа Баалу, а также, если взять Иерусалим, то в Иерусалиме самое ценное является мегазабор, у которого имеется высота над землей 20 метров и под землей в глубину он зарытый на глубину 20 метров. И сама ценность в Иерусалиме является сам мегазабор. Класс. Сколько стоит так в Восток? 700 метров. Хочется, конечно, побольше. Какие-то такие, чтобы... Вот такие, чтобы одел, наверное, руку и пошел. Это что? С чего это? Вот три, вот три. Самолет? Японский. Это с самолета какая-то? Это хоть танковый. Можно клад себе найти. Сундук с коробочкой с ключиком. С ключиком. Ну, такая хлипенькая. Я себе взял... Монетах делать можно. А? Патин? Для патин, да. Ящик можно взять. Что он нагрузит туда монет. А вот смотри, какая-то прям... Может даже для монет быть. Кстати, тоже, да. Опа. Смотри, как красиво. А может тут есть... А можно вот эту посмотреть у вас? А давай откроем, посмотрим. Сейчас. Ага, смотри, какой здесь замочек. Это от сигар, наверное. Вот так раз. Ага, от сигар. Сигары, да? Ну, кстати, в нем и монетки можно. Дорого выглядит. Ну, типа, если бархат какой-то сделать, монеты положить. И шумпатина будет от дерева передаваться? Ну, нужно чуть-чуть его видоизменить и будет круто. Сколько стоит? 600 гривен. 600 или 100? Ого. Дороговато. А вот этот? Можно монету впадине уже купить. И монетки, и даже часики. И... Вот это что такое? Это украинских немножко есть. Но это все копии, да? Часы. А сколько стоит такая статуэтка? 300. Дореволюционная, но она и вклеенная голова. Ага. Вижу голову. Ну, вообще, она такая дорогая. Потому что... Сколько оригинал такая стоит? Ну, здесь не оригинал, а новый такой. Больше тысячи. То есть, полторы сделаны. Ну, просто еще до шеи так даром, может, кто-то сделает себе. А вот это сколько такие стоят? Тысячу это... Рабочие? Не подводные, обычные, корабельные. Морские. Морские. А есть подводные, понял, там до 24 часов. Цифры пробитые. Я у меня канал делал, очень красиво, интересно. Они заводятся ключом, то есть там все четенько. А это что? А это сделаны уже? Смотри, вот их можно как сделать. И сколько стоит? 300. Это самолетные, да? Смотри, самолетные сделаны с подставкой. Обалдеть. И заводятся. Главное, чтобы их на радиацию проверить, чтобы они были не светящиеся, знаете, делать. Радием. Радием, да. И потом, блядь, уже все. Не раз что-то купил себе такие часы. Так, ну что, туда пойдем? Как ты чувствуешь? Где тут? Ну, тут, кстати, ух ты, я пока давно не был. Где тут гривны 96-го в меде? Есть монета Украины у вас? 96-й? Медный. Сейчас, можно. Обычный, да? Одесса 2-й. Давай. Нема? Разобрали все у вас сегодня? 92-й стоит денег. А у нас есть деньги на такие монеты, да? Если что-то... 92-й стоит хорошую сумму. Да? Хорошая. Не радует. Она стоит мне одну тысячу долларов. Ну, если оригинальная, то да. Духой, додал. Доллары. Старенькие. Ага, ну что, декор для квартиры. Ну, что тебе подходит под твою квартиру? Что ты выберешь себе индейца или как это? Какого-нибудь? Да, вот это слоник, по-моему, саганайш. Можно себе такую ложечку купить для обувания. В таком стиле, да? Если есть. Какой-то столовый прибор у нас. Угу. Слушай, ну это 2850 ривен. Угу, класс. Я себе в Польше был, купил масочку. Такую старинную. Там где-то тысячу в обошлась мне ривен. Ну вот она такая, прям интересная. И такой индеец. Котики из Египет. Это что такое? Это кто? Это такое божество. Ну вот, лично на дороге. Ага. Это все еще одно дерево. Угу. Поменьше. Классики. Смотри какие. Я вообще, это советская? Конечно. Не видел даже. Слушай, у меня каталог, я не встречал. А, а, а часики G-Shock'и оригинальные? Или нет? Можно посмотреть, пожалуйста? Вадечка, а танковые, да? А у танковые прям, ух ты. У меня дедушка. После 60-го года они уже не ставили. Уже не ставили, да? Сопищащие, да. Вот, а это я не видел такие. Вот, это тоже старые танковые. У меня дедушка танкист, как раз может домой себе. А сколько стоят танковые? Ну, а соритируйте в целом по ценам, чтобы можно было. А сколько они идут под завезти? Там же написано, их 5 дней. Завод на 5 дней. Ага. Как с Диона, прям скупка, кожаные, этот, знаешь. А, вот, вот такие были танковые. Здоровые. Они похожи на лиционные, но... Ну, попроще там, типа, чтобы ничего... Видишь, четко понятно, сколько время. Сейчас, блин, часы, все палочки, стрелочки, непонятно, что... А тут, понимаешь, смотрится, сколько время. Блин, у меня таких не было. Может взять себе какие-то... Ну, надо понять, зачем и как их дома поставить. Нужно как будто бы с ним, типа, сделать конструкцию. Ну, самому мне не хочется. Если бы уже готово, я бы, наверное, взял бы. Интегрировать в монитор компьютера. У меня нет компьютера, а я только ноутбук. Видим, день, час или ночь, сколько. Они с номером. Они от состояния здесь. Посмотри, они интересные вообще. Штука. Я видел, на аукционах продавались, но обычные. Просто подводная лодка интереснее, чем обычные. Подводная лодка, конечно. Да, они на аукционах по 200 долларов. Открываются, знаешь, что там, типа, открываются. Там кнопка где-то должна быть. Сейчас я открою. Да, давайте. Интересно посмотреть. Подводные. Короче, монеты, монеты. Я вас тут чуть-чуть нашграбал. Мне нужны 1 и 3 копейки. А для чего они открываются, чтобы менять время или как? Ага. Для аппарата газ-водохода. Для хейтеров. Такой. Гляньте, какой старинный прямо нож. Обалдеть. Документы. Ударник. Коммунистического труда запакованы. Гляньте, как сделаны. Прям вообще новенькие документы. Вот такая. Гляньте, кто-то для себя делал. Те, которые я делаю для себя. Дукач называется. Дукач. Ух ты. И сзади тут тоже какой-то персонаж. 870 год. Кто-то проносил серебро на себе. И сколько такая стоит? Такой Дукач. А можно банкноты украинские полистать, посмотреть. Вот наши все. Украина. И вида с оборота. Наши живые гроши. И гибко. А почему магнитового? Только. Пятерочки, сотка. Вот. 10 на 5. Класс. Документов. Там нету инструкции. Маленькая ракета. И подзаводится. И сколько он за завода так тянет? Держит? Слушайте, ход необычный такой. И он звонит же, наверное, громкий. Такой. Коробочек к нему. Какие-то гаечки еще что-то. Такой. 200 гривен. Прикоснуться можно к советским. Это какой год? 80-е или пораньше? Как по вашему? 70-е. 70-е. Ну тут нужно. Да, да, да. Монеты. Багамы. Монеты в роллах Багамы. Обалдеть. Я таких и не видел. Это вы привозили? Да? Вообще приносит ананас. Обалдеть. Сколько стоит такая? А что ваша кофемолочка просит? Еще даже 30? Да. Еще 30? Вот такие, смотрите, у меня есть. 10 гривен. Да. И вот такие 10. Так они разные должны быть. Так еще десятку, да, вам там? И вот, они все будут вам разные, смотрите. Все три десятки, все три будут разные. Вам в коллекции. Все. Всего вам тоже, до свидания. Поменяйте лом, медь. С чес... Лом... Что это пищит? Серебро есть лом. Надо? С часов. А? Павел Буре. С часов. Надо? Не, монеты надо. А право? Только монеты, а из... Просто серебро. Нет. Ну, ну, только одна царапина на ободке. Вот, и все. Вот, над головой. Над головой, на ободке. А, только заграничные, украинские какие-нибудь есть? Украинские, у меня есть только одна монета, копия золотой монеты 500 гриви. А, все, вижу, понял. Все, я вижу, вижу копии. Ага, красиво тебе. Понял, спасибо. Да, понял, понял. Можете показать, если можно. Ага, включительность. Ну, вроде там сильных отбитостей ничего нету. Не, не, не. Угу. И сколько такая стоит? 350 гривен. Это оригинальная, да? Оригинал, да, вот. Это вот. А, вышивая, это вышивая, не вышивая. А, такая сколько стоит? Тоже 350. Это 250. Ага. Ремешка олимпийская, 250. 250. Просто дает, кому-то, все, что есть, да? Понял. Ну, я не знаю. Это моей сестры-мужи. Ну, она не пользуется. То есть, с советских времен где-то, да? С советских времен, да? С советских времен, да? Сейчас проверим, как она. А что это такое за приспособление? Это ручка, да? Оно там отдельно ничего? Ага, просто... Ага. А это? Красивый, такой необычный. Добрый день. А этот? Этот 400. Ага. Ну, понятно. Видишь, Шевченко у вас, сдалека рассмотрел. Можно посмотреть? Да, конечно. 150 гривен лопатки. Ага. Подписи, а сколько стоит? Сейчас я вам скажу, любезно, это товарищ делает цены. Красиво так сделал. 400 гривен. А у меня знакомый собирает самовар. Это витрина? Это вы покупаете или на продажу? Я покупаю и продаю. How much? Это 2500 гривен. Танковый. Шевченко с поставкой. Наверное, проблема с пленкой. Да где ты для него пленку найдешь? Все возможно, если сильно захватывать. Да. А, ну это не танковый, да? Или тоже танковый? А, тут, видишь, есть какие-то. Время полета, опять. Класс. Ну это вот мое детство. Скоро первый звонок. Какой самый? Это малый мужской был. Да, да. Вот это мне пока понравилось. Это на стенках. Домой себе, да, Денин? Да, подзвонили. Это, знаете, на YouTube-канал можно там подписываться. Подписывайтесь, нажимайте звоночек. Да, да. Друзья, а ну давай, позвони сейчас. Так, Magic Money. Говорю эту фразу. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажимайте колокольчик и ставьте лайк. Класс. Сколько стоит? 800. Ну что, ради YouTube-а можно взять такой? Ну, как профиль. Или попроще, что есть? Кстати, это с ваджурой, типа. Какой? Это типа с ваджурой, кудистом. Ох, как он звенит. Прям пронизывает, да? Вот это жирное. Я бы взял вот это. Самый сильный из всех. Хороший маркетинг. Можно звонить здесь, и все подходят к тебе, к твоему лотку. Мы же слышим? Да, да, такой... Еще есть чаши такие. Диск, да? Да, да. С ваджурой. Это легко. Можно сейчас узнать, сколько денег. 13 рублей. Сколько ты за нее готов отдать? Ну, честно, из-за того, что сейчас металл подорожал, я бы не хотел за ее тысячу давать. Но я думаю, она вряд ли меньше будет стоить. Закупаться не хотел бы, да? Хотя мы сейчас дождем, все узнаем. А не подскажете, сколько монет стоит? Вот, вот, зайдите. Сколько монет? Еще 500. Ох ты, е-мое, полторы тысячи. За 900? А за 900 будет? С полторы на 900, как бы нормально. Я просто знаю, что это Одесса. Это все сначала 1500, а потом меньше. А что, потом 900 становится? Все, что же? Мы решили уточнить. Уточните, если да. Не можно поторваться, но до такой степени. Хорошо. Может, я не с того начал? Ну, я назад. Да. Ну, ладно. Ну, стоило попробовать. О, сырье, а вот как бы так. Серебро идет за 30 рублей. Все, я таких не видел колечко. 64. Да, 150. В Москве у мужика. У него такой магазин, короче, коллекционный. И там, короче, инкассаторские машинки разные. Все виды. Такая длинная, короче, прям колонна стоит. Именно все инкассаторские. То есть, тема нумизматики, тема с деньгами связанная. Инкассаторские машины, это первая тема. Ну, это обычная. Скорая, допустим. Ага. Это много не красиво. Это как раз спортивные, что-то тут какие-то. Ну, короче, я теперь еще сам тоже инкассаторские машины. То есть, зеленый, что ты колосовой, то, что бабки возят. И не могу найти ни одной из них. Но зато я купил КамАЗ себе маленький с новой почты. Я себе думаю, может быть, и положить, а может, и нет. Но такая цена не совсем дешевая. Ну, как сказать, это и недорого, и недешево. Просто, видишь, Кант широкий, как на 95-м и 96-м. А вообще на 92-м узкий. Но это медь. И действительно видно, что медь. Интересная монета. И здесь широкий Кант тоже необычно. Клево. Ну, вот это поинтереснее штука. Я просто никогда не видел, что прям с ремнем. И так реально их носят? Носим, да. Вот такой ремень прям широченный. Это антипасуховский вариант. Это реально тема. Ну, что? Который час? И женщина говорит, смотри, на который час. Это, наверное, будильник такой. Ну, да. А ну-ка тут, конечно, застежка. И прям новый ремень, все новое. Еще ноль, все ноль. В момент записи на этом видео играла музыка. Так что пришлось удалить, чтобы YouTube не забанил данный видеоролик. А здесь вы видите такую композицию 12 стульев. Ну что, настоящий одесский формат. Наверняка в каком-то из этих стульев спрятаны драгоценности. Ну что ж, а дальше я покажу, где я остановился и сколько это стоит. И немножко так же Одессы. Продолжайте смотреть. Это личное утро, где можно перекусить. Сидишь себе такой, сидишь, потом смотришь такой вверх. Думаешь, что ты надо мной стоишь? А это, блин, автомобиль. А реально автомобиль. Блин, посмотрите. Так, ребята, давайте вкратце покажу вам квартиру, где я остановился в Одессе. Довольно большая, 92 метра. Значит, вот такой диван. Креслица. Есть карта Одессы, где можно гулять. Вот, конечно, плазма. Что дальше? Дальше такая... Вообще высокие потолки дому. Сто с чем-то лет, как сказал арендодатель. Вот такая кровать удобная. В целом шкафчик. Можно разместить, я думаю, много-много вещей. Но сколько вещей нету. Так, что дальше? Есть балкон, где можно перекурить. Но я не курю, но балкон такой есть. Можно сушить. Что-то сушить. Вот такая вот для курящих зона. Кухонька. Вот такая стильная, большая. Видите, какие стильные люстры. Вот, холодильник здоровый. Это, я так понял, вентиляция. Так, что там еще есть? Там, кажется, была ванна с жакузи. Тоже можно посмотреть. Вот такая стиралка. Ванна с жакузи. В целом, вот такая симпатичная квартирка. По стоимости где-то 55 долларов в сутки на 3 дня. Достаточно удобно и комфортно. Ничего не взял сегодня? Ага. А почем? Есть немножко. Что-что? Тернополь. Давайте, может вы знаете, где у вас. В этом районе. Ага, ага. И ремешки. Слонные какие-то дикие. Разглядите, потому что я должен очки одевать. Чего покатать вам. Краков. Вот Харьков. И что почем? Вот Харьков. Так, смотрим. Вот Харьков. Вот вокзал наш, да. Харьков здесь. Немецкий, да? Нет, это... Они писали на английском языке, плюс на русском. Это тоже Харьков. Это собор Мисуэрка. Почему такие? Значит, вот это 10 долларов. Вот она подписывается. Сейчас я посмотрю, как мне нравится. А это не Харьков. А, уже все, то есть совсем мало. Да, вот Харьков, Харьков. Это Харьков. Все, все. Понял. Так, ребята, ночная Одесса. Я здесь не сам, а с блогером, у которого почти 100 тысяч подписчиков. Скажи привет, Дима. Кто здесь? Я не буду вам показывать его, но вы его можете услышать, наверное. Сейчас нормально, Семен. Это ненормально. Выключайся. А куда мы идем? Сейчас нормально Дэнси идем. А, мы Дэнси идем. Вот такую ночную Одессу показал мне Дима. Довольно прикольные ребята выступают прямо в центре города. На самом деле, я думаю, в ваших городах тоже такое есть. Особенно, если они более-менее туристические. Ну что ж, друзья, на этом часть про барахолку у нас завершается. Возможно, стоит сделать мне какой-то отдельный ролик по прогулкам по Одессе. Если это интересно, пишите. Я такой смонтирую. Всем спасибо, кто зашел, посмотрел. Участвуйте в конкурсах на канале. Пишите как можно больше комментариев. Подписывайтесь на канал. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok